здравствуйте дорогие друзья как я рад вас видеть и вы меня наверное тоже раз вы вот это все смотрите ну а я как всегда благодарю тех кто материально поддерживает канал и тех кто пишет комментарии потому что мне читать их интересно вот я не буду врать я каждый день читаю иногда даже что-то отвечаю когда нахожу нужные мысли что не всегда просто но и тех кто не пишет комментарии я тоже благодарю раз вы это смотрите значит вам это нравится это очень приятно мне спасибо а я все продолжаю болтать о музыке одной музыки а другой музыки самой разной музыки благо музыка разная ее много и я повторяюсь 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 но и ничего повторением отечения как говорится комментарии полезны еще и тем что напоминают мне о пластинках которые я могу забыть достать с полки с полок из шкафов да и из тумбочек и из пеналов из чего еще и просто на полу еще стоят так вот комментаторы напоминают мне о пластинках которые их интересуют и я с удовольствием достаю пластинку которую я вроде и не хотел доставать но достал и с удовольствием показываю mc5 много очень вопросов было точнее просьб о том чтобы показать рассказать что-то про группы mc5 я особенно много про нее рассказать то ничего и не могу потому что история группы достаточно короткая три альбома всего причем два из них как-то считаются не очень удачными хотя они мне тоже нравится но самое главное это конечно вот этот кикалы джемс 1969 год записан в 68 прекрасный альбом мне он очень нравится вот господа паршивцы смысле вот эти отвязные ребята пять классных парней из мотор сити ну можно и так перевести до пятерка из эмси из мотор сити из детройта то бишь kick out the james называется альбом тоже версии перевода существует огромное количество хотя это просто фраза которая вылетела как-то из уст участников этой группы и по-разному все трактуют но самое правильное мой взгляд это обращение к группам с которыми mc5 работали на одной сцене кто-то говорит что они ненавидели grateful dead и все остальные группы которые играли расширенные джемы там получасовые такие якобы с отсутствием энергии у музыкантов и музыканты mc5 протестовали негодовали по поводу вот такой музыки я не думаю что то это так на самом деле просто были ситуации когда группа задерживала выход на сцену mc5 потому что это очень долго играла и тогда они кричали kick out the james завязывайте со своими джемами и пустите нас поиграть настоящий рок-н-ролл группу называют протопанком я с трудом понимаю что это такое на самом деле так же как я с трудом понимаю что такой панк-рок ну панк-рок что это 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 просто рок-н-ролл это изначальный звериный настоящий дух рок-н-ролла который ушел из музыки в 70-е годы к середине 70-х совсем уже казалось что рок-н-ролл выродился но слава богу не выродился а mc5 играли вообще в 68 и играли тот самый настоящий звериный сексуальный агрессивный рок-н-ролл коим он по сути своей и является изначально и являлся всегда и с тем же успехом панка можно назвать и чака берри тогда если уж на то пошло и чак берри для своего времени был не менее радикален чем секс пистолс чем mc5 я уже не говорю про литл ричарда и про там остальных героев рок-н-ролла но однако kick out the gems однако mc5 группа играет действительно играла точнее действительно очень громкий очень яростный и не скажу что прямой рок потому что достаточно много сложностей здесь в музыке не все так просто как пишется в рецензиях в аннотациях когда критики пишут а примитивная потому что такое ничего такого примитивного тут особенно за нет тут есть простые песни по фактуре там например как как например come together который в принципе в одном аккорде но потом все равно она вырастает вырастает уже наверх наверх пошла гармония но и в одном аккорде можно играть очень хорошо и разнообразно сказал что касается энергии но энергия да она куда 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 какой рок-н-ролл без энергии вообще может быть артистов mc5 и расстраивала то отсутствие энергии только кто то вялость исполнения которая захлестнула но не знаю даже что как почему они так считали потому что если говорить о калифорнийской музыке там я привел в пример great full dead и great full dead то в общем достаточно энергичные парня я не говорю про doors там про love про тот же самый джефферсон и плен которыми не нравится кстати абсолютно и вот они мне кажутся такими живыми мертвецами на сцене хотя вроде все энергично все до грейслик поет там и все играют круто но к это какая-то такая ледяная заторможенность мне там слышится все время джеффсон и плен но это мое восприятие не сына неважно ну а mc5 пробили прорубили окно как петр первое окно в европу мc5 прорубили окно в настоящий рок-н-ролл который двери как двери в которой закрывались медленно медленно закрывались появлялись уже там музыканты другого направления и с и все такое прочее и вот это вот узенькая щель через которую рок-н-ролл еще бился mc5 как-то ввели клин в эту дверь и она не закрылась слава богу пластинка записана концерте на двух концертах точнее в 68 году на пред хэллоуин и хэллоуин два дня из двух концертов это все собрано почему не потому даже что руководство компании электро решила что mc5 лучше играют на концерте чем играют в студии чем не поэтому по одной простой причине группа mc5 в студии вообще не играла до этого и когда они сели за стол обсуждать первый альбом с руководством компании топ выяснилось что в студии группа не работала и поэтому запись первого альбома в студии займет огромное количество времени сил и денег потому что нужно будет учиться и понимать как вообще записывать в студии альбом это серьезно да это так не не очень просто поэтому вышли из положения так что концертная запись и будет первым альбомом это супер хорошая идея тем более что группа на концерте играла так как никто наверное в те годы но реально никто я не знаю с кем сравнить этот качественно исполненный в 10 раз повторяю звериный настоящий бешеный абсолютно рок-н-ролл который заводит любого человека любого такая жизнь на концерте mc5 тех лет 68 году это сумасшествие это просто просто такой вот то чем оценен рок-н-ролл чем чем цена рок-музыка дикий взрыв адреналина просто невероятный и мало кто мог с ними сравниться как группа попала вообще в в обойму тех кто выпускает пластинки на лейбле электро в 68 году если меня память не смеет в чикаго или в бостоне в чикаго все-таки был съезд демократической партии и музыканты которые исповедовали левые взгляды против буржуев против капитализма против этого всего вот этого всему неприятного они решили устроить концерт перед зданием где собиралась руководство демократической партии соединенных штатов америки и устроить там грандиозный концерт против демократической партии соединенных штатов но хотели многие однако приехали толки только нил янг и mc5 и нил янг в конце концов решил тоже не выступать в результате чего mc5 играли восемь часов перед зданием демократической партии рубились с бешеным рок-н-роллом 8 часов люди из компании электро были очень умными тонкими и прозорливыми и они в отличие от многих других представителей шоу-бизнеса в частности если говорить о современности в нашей стране люди с рекорд лейблов не ходят по клубам что неправильно совершенно настоящая рок-музыка в клубах и если ты хочешь найти новую группу интересную ходи по клубам и слушай что играют люди также была найдена группа doors например компания электро и много кто еще и вот представители электро были у этого здания демократической партии где собирался демократической партии точнее и отслушали 8 часов выступления mc5 после чего тут же заключить заключили с ними контракт ваших так их потрясло это выступление что касается музыкантов самих роб таймер к сожалению покойный вполне в девяносто первом году он умер если мне править не изменяет вокалист и автор всех песен и автор этой фразы kick out the gems motherfucker это первая пластинка где было матерное слово кстати говоря на песни kick out the gems да но когда компания выпускалась сингл то слово motherfucker было заменено на два слова brothers and sisters которые были вырезаны из другой фонограммы точнее из фонограммы с этого альбома только и слова не робота тайнера а их менеджера и сингл вышел с brothers and sisters а тут все по-честному ну потом джевсон и аплайн по моему если мне не изменять память тоже использовали в матафакер но здесь номер один был так на чем я остановился до роб таймер умер в девяносто первом но после распада группы он занимался продюсерской деятельностью продюсировал детройтские группы разные рок-н-ролльные не помню какие врать не буду но можно посмотреть поискать и кстати посмотрю поищу мне очень интересно что продюсерова групп тайнер ну просто руки не доходят до всего и уши не доходит до всего очень очень много музыки очень много материала это я к тому что группа когда распалась никто не пошел по дорогам никто не мне не не спился не не стал бомжом и прочее прочее музыканты за не продолжали заниматься музыкой не просто какие-то абсосы какие-то от отребия какое-то которое зарубило там что такое да и все и исчезли ничего подобного все музыканты уэн крамер гитарист и главный композитор собственно всей этой истории у него не было таких ярких проектов но он работал с массой групп и в последние годы работал жестом и морелла даже и с многими многими другими не помню еще с кем помню что смотрел у него были денежки музыкальные но тоже в двухтысячных он уже умер не помню в каком то ли в двадцать первом то ли в двадцать втором году где-то вот совсем недавно фред sonic смит 2 гитарист это после того как он поиграл в mc5 он стал мужем пати смит и работал тоже там в полный рост в общем все было что касается карьеры все было неплохо но главное конечно вот этот удар в мозг это mc5 kick out the james 68 год ramblin rolls первый номер две с половиной минуты дикого с дикой зарубы рок-н-ролла второй номер kick out the james тоже две с половиной минуты еще больше дикой зарубы двухгитарной басово-барабанной гитары ревут так что мама дорогая когда я смотрю на современных музыкантов с педалбордами где там ну минимум 8 обработок стоит мне становится как-то так даже немножко с иронией с какой-то на это все смотрю потому что mc5 безо всяких педалбордов давали такой звук что что просто стены дрожали падали рассыпались в прах и египетские пирамиды тонули в песке проком туге-то я говорил уже в одном аккорде но очень интересно четыре с половиной минуты рок-н-ролла вот это самое рама-лама фа-фа-фа очень классная песня и гитарное соло двух гитаристов сдвоенная просто judas priest отдыхает далеко-далеко потому что ну что это круто потому что по-настоящему и жестко motor city is burning странно но традиционный блюз вдруг почему-то с игром ну и финальная песня starship это дань психоделии вспоминается хоквинт вспоминается больше ничего не вспоминается вспоминается дикий полет психоделической гитарной тяжеленной адской группы настоящий рок и не никакой не протопанк никакой не панк а просто живой настоящий дышащий рок-н-ролл пошел пить пока